Так, а это уже интересно, смотрите, какой проходик я интересно дошел Так, во-первых, я залутал подводную пещеру Там оказывается зеленец, много синего зеленца и один фиолетовый был Так что вот, теперь можно спокойно выменивать ресурсы, прокачивать Правда золотых нету Вот здесь я взорвал огневспых рядом с городом скрежет горы И тут какой-то проход внутри Я не думал это все записывать, но блин Что это? Это круто Подземный проход Возрождение жилы Книга Потрепанный дневник, заполненный небрежным почерком Карха пришли за добычей За пригоршни осколков они скупили все плоды наших тяжких трудов И забрали их в свой дом солнца Теперь наши пот и кровь дадут оружие тем Ты разорял жилу именем короля солнца Потеряв руку в бою с нарокопом Отгель сказал, что так повернулись шестерни мировой машины Огромного механизма, в котором мы живем И который иногда нужно смазывать нашей кровью Он сказал это с улыбкой А местные глупцы увидели в этом силу Теперь наши обычаи переплавились В услужливость, покорность и смирение Есть ли сила в том, чтобы давать себя безоружить Раболепном поклоне перед чужой властью? Дервал был прав Мы не шестеренки в этой машине Мы мотор, который приводит ее в движение Озерам это огонь, пар и треск молний Пойманных предтечами Настало время перековки Каждый услужливый озерам должен пройти горнила И обрести новую форму Каждым ответным ударом, каждым словом и делом Мы будем раздувать угли жилы Пока наш покорный народ не будет снова перекован в оружие Я знаю, что за мной следят Что большинство не разделяет моих взглядов Поэтому я держу свой труд в секрете Я торгую скарха, нося маску покорного слуги А потом передаю осколки тем, кто готов действовать Их отвага раздует огонь для перековки нашего народа Торговец какой-то озерамский Интересно, надо посмотреть, кто тут торгует Блин, прикольно Думаю, что делать дальше Че так разволновалось-то? И вот тут мы уже не пройдем А, тут можно вылезти, кстати, смотрите Это мы на башню завязали А зачем эта башня? Тут чисто лут Давайте прикинем, что там за торговцы-озерамцы Нет, это не она Не может Ему давно пора было уползти в ту грязную дыру, из которой он вылез Ну вот, возможно, Хакунд Или вот Швец Скорее всего, Швец Потому что эти постоянно разговаривают Такие веселые, нормальные Я думаю, что вот он Вот этот Швец Затевает грязные делишки Приветствую вас, дорогие друзья Я Донис, мы продолжаем проходить второй Хорайзен И у нас тут куча всего интересного Только посмотрите Во что перерос Лас-Вегас Тут новые люди пришли Как обычно сильные женщины И многие другие Я добыл много ресурсов Теперь мы можем улучшать оружие И тут квестики появились Крутяк Люблю, когда мир прямо изменяется так Целый город теперь С блокджеком и шлюхами Как завещал Бендер Охотничий лук шерифа Наш любимый Наконец-таки можно прокачать Хвостовая пластина волногрыза Вот И копательный коготь камнегрыза Все теперь есть А дальше Грызовая пушка Буревестника Мы с ним воевали Но я не отбил В следующий раз Надо быть внимательнее Кстати Охотничий лук-искатель Тоже можно прокачать Ну давайте Ну вот он все равно Менее эффективный Чем лук шерифа Ну вот можно еще прокачать Застрельщик Тенакт Броньку Давайте походим в ней Даже если она немножко хуже Нынешней Для разнообразия Еще копательный коготь Камнегрыза требуется Ну ладно Я думаю скоро квесты с ними пойдут О Ай гулять так гулять Давайте купим этот взрывострел Ледяная буря Больно он интереснее Три эффекта разом Ты же знаешь Что я еще даже не виделась С Морганом Да? Ну увидишься И тогда вы снова Станете Заканчивать фразы Друг за друга И И весь здравый смысл Тут же Вылетит в трубу Просто Будь добра Помоги ему вернуться живым Ладно Ну да Ну да Они хорошо общались И даже вот По мимике Элой нашей Было видно Что он ей нравится Ну по крайней мере Просто как человек И не имеют там Какие-то отношения Замечательно Вообще квест Ты не задумывался Стоит ли оно того Пропускать такие события Ради пары осколков Эту пару осколков Я потрачу на лучшее будущее Ну это кстати Диалог был в другом месте Мы не зря Для всех нуждающихся Нет Там надо еще Привет Так Тут был какой-то квестик Вот смотрите Реликвии из руин Узнайте О происхождении орнаментов Во Без понятия Где это? А это видимо там В подземном этом городе Слушайте Вот оно че Ставлю 50 осколков Что ты нахрен А я думал Там водички Немножко осталось Извини Элой Так Смотрите-ка Что это у нас Похоже на часть города Да под куполом Космонавт Здесь обзорные точки Есть прям под землей Нифига себе Вот космонавт Но там со стороны Сбоку Значит отсюда С того моста Скорее всего Вообще локация Очень крутая Особенно После того Как мы воду Откачали Стало Да Грех ее еще Не использовать Вот так Ммм Дюнная Теснина Сейчас вы Находитесь На стрип Главном Булеваре Нового Лас-Вегаса Что-то Никакого Стрипа Мы тут Не видим Ни одной Телочки Какой-нибудь Неоновой Кстати справа Снизу Посмотрите Как это Выглядело Ого Прямо Киберпанк Недоступно Ладно Давайте возьмем Квест Вот тут есть Стаймур Тебе что-то нужно? Искателем Приключений Явилась Новая мечта И они Вернулись В затопленный Когда-то Город И богатства Сыпались Из каждой Трещины В стене Подобно Элю Сочащемуся Из пузатого Бочонка Короче Мы снова Спустились В руины Города И в развалинах Слагатель Узрел Мерцающий Прибор Чудо В целом Море чудес Увы Прибор Был для него Недостижим Ты нашел Какой-то прибор Но не достал? Он лежит За дверью Она заперта На какой-то Замок Морлунд Предложил Ее взорвать Но Абадунт Сказал Что слишком велик Риск Повредить прибор Обломками В кои-то веки Опасения Щитовода Были Небеспочвенны Надежды Слагателя Разбились Но тут Из-за барханов Пришла подруга Что всегда Умела Совершать Невозможное Уговорю ли я Тебя снова Спуститься В глубины Песков Я попробую Я попробую помочь Где это место Когда спустишься Иди на право От статуи гиганта Руины Рядом С железной башней И наша героиня Отправилась В путь А надежды Слагателя Полетели во след Как он ловко Излагает Прям сочиняет На ходу Вот видите Задание получили Теперь можно вниз идти А это награда Я так понимаю У нас будет Вот видимо Вот здесь Можно спуститься Как положено На лифте А не мешком Упасть на дно А кстати Этот шлем Напоминает Жуков Из космической Пехоты Помните Там подобные были Ночь огней Кстати название Такое интригующее Ну тут правда Ночь огней А вот и гигантская статуя О которой говорил Стэмур Руины где-то поблизости Статуя космонавт В смысле Вот это ветер Ну ветер Тут вообще не должно быть Так а это тоже Нарисованные грибы Нельзя использовать Войдите в подземные руины То есть мы еще глубже Сейчас опустимся Сушибар Зараза Мерка Руины рядом Рядом с железной пашней Тебе в стороне Должен быть Внутри Блин сейчас Только что в контру Играл Раздавал Хэдшоты Там просто идеально Здесь нихрена попасть Не могу Что такое Ну бляда А стрелы поделать У нас кстати улучшенный лук Немножко выше урон Но не так чтобы критично выше Действительно ночь огней Да Вечная ночь Под землей Кажется я на месте И где же тут прибор О Кажется это и есть прибор Похоже эта дверь Открывается поролем Надо осмотреть руины И поискать что-нибудь Что может помочь Что у нас тут Записка какая-то Ну-ка Голосовая Значит этот прибор Называется орнамент Сбой Не надо читать Отправитель Мел Бейерт Адресат Шей Наварра Тема сбой Шей Помнишь того парня Который представился Деловым партнером Кайла И пришел забрать орнаменты Для большого шоу Так вот Судя по сигналам Он сейчас расставляет их По всему юго-западу Кайл пока еще верит Что это сбой Но это ненадолго Чем ближе начало шоу Тем больше он будет беситься Но если ты промолчишь То я ничего не скажу В любом случае Он сменил код От кабинета Надо бы обновить Роботов-уборщиков А то они так и будут Толпиться у него Под дверью Вот новый шестизначный код Данные повреждены 1-3-5 А первый где? Ага Тот же самый Что и о его приглашениях Ну что тут скажешь С фантазией у него туго Мел То есть приглашение найти надо И вот Это как раз ответ на Вопрос о наших орнаментах Правильно? Правильно 1-3-5 А может старый посмотреть Банально Ага Как до него добраться? Интригующе Окна загораются Видите это? Хе-хе Хронология Лас-Вегаса Для урока истории Госпожи Чавес 15 тысяч лет до нашей эры Мамонты Это такие мохнатые слоны Пришли в Неваду Которая еще не была Невадой Чтобы пожрать В 8 тысяч до нашей эры Коренные американцы Пришли и нарисовали Птероглифы Это не птеродактили 1829-й Какие-то чуваки из Испании Да в Европе Назвали Лас-Вегас Лас-Вегасом Потому что здесь клевые лужайки 1905-й год Город стал городом В нем построили железную дорогу И всякие места Чтобы отдохнуть И пожрать 1931-й Возле Лас-Вегаса Построили огромную плотину Гувера 1946-й год Бенджамин Бакси Сигал Открыл свой Отель 1951-й В пустыне начали Взрывать Большие бомбы Люди стали приезжать На это посмотреть Наш город Назвали атомным Построили кучу Отелей Это правда? Блин, я этого не знал Это честно Интересно То есть Испытательный полигон Здесь был 1956-й год В Лас-Вегасе Выступил Элвис Пресли Тут написано Парсли Типа Не могут использовать имя Его Это бренд И после этого Видимо Лас-Вегас Стал тем Чем он стал И Элвис Пресли Именно в первую очередь С этим городом Ассоциируется 2007-й год Взрывался Большой отель Стардаст Звездная пыль 2030-е Стало очень жарко Звери начали дохнуть А люди жаловаться И уезжать 35-й Везунчик Стэнли Чен Выиграл 3,2 миллиона баксов Угадав цифры на рулетке 37-й Народ из Невады Аризоны и Калифорнии Воевал с роботами Которых прислало правительство Чтобы выгнать их оттуда Потому что там жарко Лас-Вегас Перестали приезжать 40-й год Стэнли Чен Вложил свои баксы В то, чтобы делать воду От которой не тошнит И поднял на этом Еще больше Теперь он платит За большой пузырь Над городом И отель Под названием Фонтан 46-й год Открылась начальная школа Стэнли Чена В которой я учусь Господин Чен Спасибо, что вы платите Городу В котором мы живем Не даете ему Превратиться в пустыню О как Тут я так понимаю Все-таки подается Что Стэнли Чен Хороший человек Хотя Тот, кто выиграл Начальный свой капитал Ну, по сути Начальный капитал Казино Не должен быть хорошим Это очень плохой пример Я все-таки подозреваю Что там все не чисто будет Обратите внимание Зона поиска Овальная По-моему Это впервые такое Не круглая А, вот здесь залезть можно Во, тут все просто Угу Такая Полоса препятствий Получается Да можно было залезть тут Ладно По тем ящикам Я смогу попасть К отверстию в ограждение Ага Мне это не вытащить Какожий ящик Наверху застрелит Не буду же я тянуть Эту тупу Прямо себе на голову Может я смогу Как-то стянуть Тот ящик Вот сюда залезть надо И отсюда уже тянуть Отлично Хорош Теперь можно подставить Ну, давай Высоты ящика Не хватает Чтобы дотянуться А за вот эти Металлические палочки Нельзя схватиться Давай Венгардиум Левиоса Видимо Второй ящик Тоже нужен Надо сделать шаг назад Так, а один на другой Это мы не поставим Надо поставить Один ящик на другой А как-то сделать А, затащить Нифига себе Мудера Слушай Ого Такое мы еще Не делали И что Можем вот так Тащить их Она такая Сильная Ого Я впечатлен Элли Теперь я дотянусь До отверстия Молодец Готово Мощно Мощно С этой стороны Не сдвинуть Нельзя Эй, давай Надо как-то Этот ящик Сдвинуть еще Блин Все непросто Вот Отсюда Можно Смотрите Да ладно Элли Все нормально А почему Нельзя Да ладно То есть Правильную точку Надо было выбрать Не знаю Полчаса потратил На это Пипец Окей Окей Получше Я снова снаружи Что тут еще есть Ну как-то Не так круто Я думал Там Кань Комната Будет Ага Ломай Я думаю Я бы сносила здание Лучше чем всякие Тракторы Вот эти Кстати окна Которые светятся Требуется Кажется Вегас Лучше Вегас 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 Голограмма Приглашение Приглашение Содержит Ваш личный Шестизначный Код Подтверждения Когда вас Попросит Его предоставить Введите Следующие Цифры Вот 739 Те я уже Забыл Сейчас посмотрим Тут еще Одна часть Пароля Теперь я смогу Открыть Ту дверь То есть Свои идеи Предлагали Голограммы Да Видимо Это именно Идеи Разных Людей Орнаменты Прикольно Причем Прикольно Вообще Круто Конечно Копаться Так В истории Это Сильная Сторона Этой Игры Посмотрите Это Карамельки Новогодние Да Ну Рождественские Крисмас Кэндис Я Кстати Никогда Такие Не ел По мне Это Сахар Голый Не знаю Пипец Много Цифр Редко Это Такое Бывает Обычно Четыре Циферки Или Три Даже Куда Ты Скачешь Так Есть Можно Вернуться К Стэмору Прибор Одно Из Древних Голографических Устройств Которые Когда-то Составляли Набор Найдено В подземных Руинах Лас-Вегаса Может Поймем Как Работает Эта Штука И Где-то Здесь Мы Это Все Выставим Видимо И Она Будет Светиться Очень Круто И Очень Грамотно Они Это Задание Сделали Видите Сначала Мы Могли Найти Эти Орнаменты По Всему Миру А Потом Только Нам Объясняют Вот Именно Самого Геймплея Мира Восхитительный В этой Игре Мне Безумно Нравится Знаете Есть Какое-то Ощущение Случайности Что Задания Реально Разбросаны Просто По миру Как будто Людям Надо Выполнять Тут Там По Сложности Как-то Они Неравномерно Распределены Вот Это То Чего Мне Не хватает В Юбисофтовских Играх Там Как будто Все Рассчитано Так Это Зона Более Низких Уровней Это Чуть Повыше Это Еще Выше И вот Прямо Идеально Все Как По Листочку Расписано Я не Люблю Такое Все Должно Быть Случайно Рандомно Ну Лифтик Наш Остался Тут Прекрасно А Его Могут Вызвать Сверху Я Думаю Что Нет Такое Тут Не Работает А Какая Энергия Система Противовесов Какая Это Нас Поднимает Как Это Работает Обще Можно Найти Смотрите Здоровая Веревка Там Накручена С вас Фигуры С меня Доски Нет Там Надо Еще Кое Что Друг Как И Так Вот Смотрите Не Тут Не Поймешь Зараза Зараза Фух Чуть Не Ладно Ладно Не Будет Смотреть Может Объясня День Красота Какая Нора Вернулась Но Вернулась С триумфом Или С неудачей С триумфом Прибор Меня И я Нашла Не один Такой Вот Старый Слагатель С огнем В глазах И благодарностью В сердце Держал В руках Покоривший Его Артефакт Вообще То Он Называется Орнамент Часть Набора Я Слышал Болтовню Собиратели О руинах На севере Они Видели Такую Вещицу Но Не Достали Может Речь О еще Одном Орнаменте Стоит Проверить Но Главная Тайна Осталась Зачем Орнаменты Вообще Создавали Кажется Кажется Для Какого Праздника Ночных Огней Думаю Так Притечи Отмечали Особые События Вроде Пира Вроде Праздник Отмечал Начало Сезона Как И Каждый Пир Вжили Есть Пир Первой Бочки Пир Растущих Дрожжей Пир Всех Хмельных И Все Про Эль Да Хотя Чему Я Удивляюсь В общем Эти Орнаменты Могли Как-то Изменять Огни Над Землей Но Я Не Знаю Как Узнаю Эту Отметку Видел Такую На Устройстве Что Мы Откопали Вот Может Удастся Включить Огни Ну Давай Выясним С Какого Орнамента Мне Начать Ну Хотя День Бодхи Звучит Почти Как День Водки Давайте Все Так С Рождества Начнем Думаю Этот Подойдет Надеюсь Абадунт Будет Доволен Какой-то Веселый Зимний Праздник Это Также Ясно Как Небал Мороз Но Что Это За Тварь Такая Очень Олень Ужина Гребня Бога Сообщи Если Найдешь Еще Орнаменты Какие Еще Праздники Отмечали Предтечи Сейчас Олени Олени То есть Тут Нет Многих Животных Не Сохранили Я Надеюсь К концу Этой Части Мы Восстановим Популяцию Всех Животных Там же База Данных Зенитовцев Есть Нора Вернулась Туда Где Ее Ждал Рассказчик И Хранитель Орнаментов Ты Хотела Сменить Узор Давай На водку День Водки Хочу Этот И Наш Слагатель Приготовился Зажечь Новые Огни Над Руинами В Круговороте Золотой Листвы Старый Слагатель Ощутил Спокойствие И Чистоту Разум И Обрел Равновесие Такой-то Буддистский Праздник Да Кто Знает Как будто Листочки Вверх Летят Осенние Ураза Байрам По Слову Героини Они Осветили Небо Это Был Перв Честь Молодой Луны Ну Никак Жи Месяца Не Пировали Клянусь Кузней Это Было Бы Слишком Что Ты Исламское Что Это Знакомое Я Плохо Знаком С Этим Праздником Похода У меня Еще Не Было У меня Аллергия На Счастье Прикольно Месяцы Я их Ногтями На Золотый Даль День Святого Патрика А если Этот Хорошо Три Лисники Будут Клянусь Кузней Не Пойму Зачем Предтечем Был Праздник В честь Листьев Ну На Удачу Зайчья Капуста Так Ну Все В принципе Посмотрели Прекрасно И нам Надо Уже Захватить Котел Йота Всего 22 Уровень Хоть Находится Далеко Там Никаких Квестов Не Было Поехали Туда Ух ты Что Это Камнегрыз Он Нам Нужен Так Тут Припаркуемся Стой Вау Не Это Хромозек Наверное Мертвый Да Это Вы Его Завалили Ребят Нифига Се Вы Сильные Здорово Ааа Это Плохие Хе Вот Дело Не Стоило Этого Делать Раш Он Видимо Главный Сейчас Спробуем Новое Оружие Ну Ка Зал Слушайте Слушайте Это Круто Это Очень Круто Закончились Ну Не Боеприпасы Перезаряжать Не Не Досводишься И В итоге Мимо Стреляешь Как В мире Танков Блин Блин А Они За Добычу Видимо Борется За Свою Что Нас Хорошая Есть Давайте Огонь Огонь Куром Дарим Ну Загоришься Идет Как Церминатор Все Пофигу Такой Я же В банку Попал У меня Жизнь В банке Была Видимо В банке Яйцо Яйца Игла Как у Каще Бессмертного Огненный Бомбомет Был Они Уже Успели Его Облутать Смотрите Нет Ничего Облудки Я Хотя Бо Их Облутал Тоже Норм Блюда Это Необычно Они Воду Обычно Не любят Скотина Как же Вы Отпрыгиваете А Вот Что У меня Есть Для Вас Вот Дружки Все Мы Долж Есть Такая Проблем После Выбора Оружия Правая Кнопка Несколько Секунд Не нажимается То есть Выстрел Вот Нажимается А Правая Нет Почему Блин Скотина Он Застрял На Месте Можно Подтянуться К нему Погоди Этого Надо Пока Побить Он Выжил Да Холера Вот Вот Эти Самые Неприятные Враги Такие Дерганые Живучие Вот Вот Бо Этих Врагов Познакомить Законами Физики Да Вот Эти Круто Было Какая То Где угодно Можно Встретить Сильных Слабых Врагов Сложные Легкие Места Так И Должно Я думаю Вход Где-то В сторонке Находится Я думаю Вот Здесь Вот В этой Трещине Вход Точно Кто У нас Здесь Было Землетрясение Холера Да Тут Все Посильнее А что Он Не Любит Кислоту Их Есть У Меня Скотина Такая Да Блин Не Дергаются Они Все Таки Как и Первой Части Ну Не Так Просто Анимацию Делали Врагов Тем Более Видите Земля Тут Вся Кривая Поэтому Они Дергаются Нарушая Все Законы Все Чуть Можно Интересно Куда Идет Ну Понятно В Котел Кстати Вот Этой Штукой Нае Пользоваться Пулеметом Нашим Хотел Йота Ух ты Какой-то Адский Тут По идее Мы должны Учиться Сикачей Ее Можно Победить Кислотой Или Стрелой Вот Так Вот Долетим Элька Как думаешь Давай Я верю В тебя Ух ты Что тут Создается Длин на шее Уааа Землетрясение Нарушило Процесс Что-то Заклинило Прикольное Местечко А Это уже Финальное Место Вроде Как Осталось Забраться До ядра И извлечь Данные Ну что Давайте А с кем Битва Будет Зли Нашей Мы Не Воевали С ними Я Не Против Что С Камерой Случилось Показать Очень Хотели Что Что Ты Не Любишь Дружок Кислоту Их Есть У Нас Она Вся В Кислоте В Принципе Хвост Мне Не Особо Уже Нужен Но Можно И Отбить Хорош Ой Ой Готово А кислота Так Вот Это было Жестко Покушать Хорошая еда Кстати Смотрите Еще Там Кто Тебе Что Ты Делаешь Вот Блин Видите То есть Движение Происходит Не Как В Реальной Жизни А Вот Он Двигается Двигается Резко Останавливается Мгновенно И В Другую Сторон Начинает Двигаться То То есть Когда В Реальном Мире Что-то Движется Перед тем Как Начать Двигаться В Противоположную Сторон Сначала Замедляется Потом Начинает Другую Сторон Двигаться А там Просто Идет В одну Сторон И сразу В другую Такого Ну Не может Быть Ну Никак Не Хоро Хорошее Так Хвостик Хорошая реакция Ха холошее Это Площадка Верх Нет Длино Шеев Смотрите Прикольно Голова Круто Больше ничего тут нету Ну мне вообще понравилось Прикольно сделано Такой довольно коротенький Нестандартный котел Веселый От самого начала Вход к этому искали Кого мы можем приручать Водопрыски Ну такое Коршуны Тикачи нужны Там задание то что висит Еще не полные данные Бурдюки даже Нифига себе тоже серьезно Лиходей Нет А где сикачи тогда Значит я где-то упустил Заблокировал платформу Надо залезть А можем лезть по нему Вот так вот Нет Интересно Концовка тут Не стандартная Кажется под ядром есть пространство Может удастся протиснуть Так Так нам надо вон туда Как-то Спикировать Не-не-не Здесь не так Ну куда ты Окей Она иногда прыгает Вообще в рандомные Какие-то направления Я жму просто Вперед там Бывает я влево Нажимаю А она вправо Прыгает Ей видней Наверное Это даже весело Ты Ну вот сюда Нет То есть котлы Стали такими Акробатическими Испытаниями Теперь Еще чуть-чуть Лучше этого не повторять Ишь ты Ну давай Раш Эпично выглядит Да Напоминает Аркадки С Дэнди Ну с Сеги Может Вот почему котел Не выпускает Длина шеи у ядра У него нет головы Если присоединить ее По тему Выход будет свободен Это вы неплохо Это вы неплохо придумали Зараза А что ты не любишь Электричество Так Так у нас есть Вот пулемет Для тебя Как раз Дружок Помашемся Что у нас еще Электрическая Есть Ничего Хорош Копашки Конечно слабо Что там говорить Но она против людей По идее Против зверей Луки Ну и другие Стреляющие Орудия Если в голову попадают То взрывы Это раньше Я такого не видел Это ребята Такие особые Или у меня Способность появилась Кстати Можно было Воспользоваться Разъяряющими Стрелами Давайте Перезарядим Пулемет Это неплохой Очень даже Неплохой Особенно Со способностью Когда мы Быстро Стреляем Вот не хватает Места 6 Казалось бы Ячейки Все равно Мало Очень много Прикольных Орудий И Разные Типы Снарядов Залезть Наверх Смотрите Сколько Голов И в основном Все попорчены Обидно Как-то Но котел Офигительный Шаттлы Шаттлы Так А как Если подгадать Момент Можно Сейчас Сейчас Хорош На воздушные подушки Идем В электрополе Наверное Магнитном Ой-ой Гости Там еще Холера Краб Зараза Ублюдки Ну ладно Поквитайся С вами Вот что у меня есть Ха-ха Так Скараба Подпускать рядом Нельзя Да что ты Так долго Лежишь Очень долго Элой Лежит Блин Кушай Давай Скотина Воюйте Друг с другом Давайте Я вас верю Что он не любит Кислоту Да Холера Ух ты Лучше найти Путь обратно А я наверное Не смогу Проехать Все равно Через это поле Ну очень Прикольный Уровень Сделали Слушайте Этот котел Пока что Самый классный Из всех частей Не Наверное Самый первый Котел Который был В первой части Имел Больше Эффект Потому что Что-то новое Ну а так Вообще По геймплею Очень Прикольное Приключение Не просто Какая-нибудь Там зачистка Стандартная А квест Полноценный Вот Наверное Проход Теперь Я готова Ко всему Я слышу Как Приделывают Голову Голова На месте Здоровяк Готов Но Железная Рука Держит Его На месте Если Перехвачу Длину Шея Он Сможет Освободиться Ударной Волной Была Не была Карта Откроем Здесь Прекрасно То есть И котел И длина Шеи Все Вместе Есть Очень эпично Очень Круто Великолепное Задание Класс И поехали Прямо Дальше Открыть Карту Да Два Два Задания Разом Прекрасно Блин Держи Сикачей Научиться Перехватывать Смотрите Смотрите Садящееся Солнце Хотел Близнецы Наверное Ну и на этих Прекрасных Кадрах Серия Заканчивается Всем Кто смотрел Благодарствую До встречи Оставляйте Комментарии Ставьте Лайки Делитесь Видео И всего Вам Хорошего Прекрасно 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 Прекрасно